Мы продолжаем рассматривать методы решения уравнений и дошли до одного из типов уравнений, содержащих выражения с неизвестным по знакам модуля. Их много, и эти уравнения могут содержать любые функции, и дарифмические, и логарифмические, и показательные. И поэтому мы не рассматриваем это в отдельности, а рассматриваем в том контексте, где мы рассматриваем методы решения уравнений. Все равно, как их. Поэтому уравнения содержащие модули. И я напоминаю о том, что все решение, или все ленты осмотрены на определение модуля числа. Это х, если х больше или равен тем, ну, минус х, если х меньше нуля. Да, вот на этом определении. И напоминаю о том, что функция модуль х — это... и мы будем использовать свойства модуля, как и... Модуль х умножить на модуль и равен произведения модули. Их на модуль и比, и比 Clei to比 Detagbell'e. Мы рассмотрим исследование, помните, где х квадратный представляет как это равняется квадратный модуль, да? И аналогично, честно. Видите смысл? И вот здесь вот, вот на этих свойствах будем основывать решение, уравнить содержащиеся квадратный модуль. И поэтому запишем общий такой алгоритм. Ну, в принципе, мы уже решали такие уравнения, да, поэтому я облаиваю о том, что мы должны записать общий алгоритм. Итак, алгоритм в решении уравнений и неравенств. Потому что и неравенство нам придется решать со знаком модуля. Запишите, чтобы решить уравнение или неравенство, содержащее знаки в модуле, достаточно. Первое. Первое. Разметь всю область определения уравнения или неравенства на участке, на каждом из которых, на каждом из которых выражения, которые стоят под знаком модуля, сохраняем знак. Второе. 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 Пользуясь определением модуля Х, пользуясь определением модуля Х, раскрыть на каждом из таких участков все знаки модулей. Все знаки модулей. Третье. Решить получившиеся уравнения или неравенства. Четвертое. Отобрать из получившихся решений те, которые принадлежат рассматриваемому участку. И пятое. В ответе указать объединение всех решений, получившихся на каждом из участков. Вот этот алгоритм мы будем использовать, да, ему следовать. Обратите внимание на то, что в самом начале это написано из области определения. Поэтому тогда возникает необходимость на подиуме в области определения. Помните, когда у нас стояла знак модуля, что-то, так как это смотрит, это просто у нас, и равняется Х, то мы полагали, что Х должно быть больше 0. Это область определения уравнения, а уже дальше по этой схеме. Понятно? Про это специально мы не говорим о том, что найти область определения. Потому что это само собой разумеется. Но, вот как просто продолжение, бывает так, что по знакам модуля еще есть выражение по знакам модуля. Мы рассматриваем, допустим, вот такое, 3,8,6 плюс, допустим, 3,4,2 и равняется, ну, предположим, какому-то числу А, да? То есть мы тогда рассматриваем внутренние модули, а дальше по этой же схеме. Итак, рассмотрим уравнение, которое, в принципе, и тоже мы можем обобщить. Значит, в области определения, где вы есть, поэтому на все числовой оси будем рассматривать это уравнение. Далее, что будем делать, Даня? Будем выходить в точки, ну, выходить, где выражение, какое-то стоящее на знакам модуля, равные 0, да? Вот это выражение, когда равномерно? Пять равномерно. Плюс. Плюс семьдесят один. Вот это выражение, как заманка, по-моему, плюс-минус два. Сколько участков получится этих? Пять участков. Значит, будем просматривать это уравнение на всех пяти участков, да? Антон, я прошу, напишите. Так, и одновременно, но для того, чтобы показать еще один прием решения этого уравнения, подождите, но ничего, рассмотрим графический метод. То есть, рассмотрим функцию, а вы можете подложить вот эту функцию и построим ее в этом. И потом, на данный момент, и эту функцию, то есть, у нас перерывок, да, значимые функции равны 2, да? То есть, представьте эту функцию на всех участках, которые появляются. Вот сейчас, смотрите-ка, Женя, вы слушали, да? У нас появилось 4 точки, которые разберем область определения на 5 промежутков. Значит, вы представляете эту функцию как высочно монотойную, да, на этих 5 промежутков. Вот эти уравнения, содержащие модули, они служат неким методом закаливаниям учащихся на золотоматических классах, потому что они на них сложные, да, на них громоздкие, и возникает боязнь. Когда мы решаем разные промежутки, даже страшные на них, которые получают легко, получаются красивые решения, это радует учащихся, они стремятся получить такие благотворительные результаты и перестанут бояться от этих сложных вещей. Можно здесь сделать споршоп. Перегумеровать, да? Вот здесь вот промежутки. Вот. Ну вот, Антон сейчас просматривает как раз эти номера, хотя нужно римские цифры, они показали, что там каждому 10 промежуток. Итак, вот такая, слышно, монотонная функция, из 5 участков. И, Женя, набросайте график, у вас поместите вот здесь, хотя в симатичной. Обязательно левые границы включаем, как всегда, левые границы включаем. Дважды включать не надо, хотя ученики делают часто ошибки, включая дважды границы промежуток. Это лишнее. Так. Ну вот, если быть более точным, то у нас здесь веточка парабола, которая пойдет вот так, одинаково, вообще никак не согнемся, дадите сторон, как вы получили этот, все же. Есть одна парабола, да, которая заговора кем. Вот таким вот уравнением, да, и вот эта парабола, которая, вот мы с вами, проводить они должны через одну точку, да, вот эти? Дальше, здесь должны быть общей. И мы сохраняем вот эти вот веточки, да, вот. Что мы видим? Что на участках? От минус до единицы, значение функции равно трех, и единицы до трех, после равно трем, да, то есть вот эта прямая, и раундная трех, как раз нам показывает, вот уравнение до трех, правая часть равна трех, да, дизонтальная прямая. Итак, решение данного уравнения будут в промежутке. Какие? Минус два, один, один, Включай границы. Включай границы, серии минусов. Правой границы включаем, да? Все границы включаем. Спасибо. Включай границы. И вы пятый, прежнечка смотрите уже, да? И ответ, пожалуйста, окончательно, сюда повыше, чтобы выглядели. Ну вот тут в равенстве не надо эту фигурную скобку ставить, Антон, потом, когда мы ответ записываем, как множество, тогда мы пишем фигурную скобку. Вон какой шаг совершен сейчас? Он говорит, пятый, да? Объединяет получившееся решение на каждом из осматриваемых участков. Они получаются вот такие. Что продемонстрировано на чертеже, да? На графике. Спасибо, Салис. Ну, завершение я дала множество домашних упражнений, да? И осталось там единственное, которое вы рассмотрите. Вы видите, что уравнения, содержащие модули, они применяются кругом. Вот. В агритмических показателях, как я говорила, в тригонометрических уравнениях тоже. А схема в решении такая же. В общем, мы можем рассмотреть неравенство. Там еще появляются какие-то нюансы, да? Неравенство. Они более сложно воспринимаются, обычно, учениками, поэтому тоже надо развить вот такое бесстрашие к таким неравенствам. Вот. Следующим методом решения уравнений у нас будет по номеру у нас пятненько получается, да? А. Уравнение, сводящееся к симметрическим или возвратным. пусть, если мы назвали это так, тогда это будет шестое, да? Шестое уравнение. Это уравнение вида. уравнение, лазерная. Уравнение, как уравнение, линия, мы переходим к гостям, и уравнение. Уравнение, Мы переходим Субтитры сделал DimaTorzok